Наш паризонный имеет свой путь По канонам открытие крупнейших международных российских стартов актеры музыкального театра на сцене Титов-арены исполнили отрывки из мюзикла «Ползунов». Барнаул уже не впервые принимает у себя спортивные старты высокого уровня. В 2021 году у нас прошел Кубок мира по гребле на байдарках и каное, юниорское первенство России по боксу, этап международного ралли «Шелковый путь». А вот чемпионат России по кикбоксингу краевая столица принимала 25 лет назад. Я уверен, просто убежден, что нынешние соревнования безусловно будут новой яркой страницей в развитии кикбоксинга и нашей страны, и, конечно, нашего региона. Президент Федерации кикбоксинга России поблагодарил организаторов турнира за масштабный праздник открытия, отметив, что сейчас наши спортсмены переживают не лучшее время. Их отстранили от международных стартов, а ведь они всегда были одними из лидеров в мире. Но со своей стороны пообещал сделать все возможное, чтобы этот вид спорта продолжал развиваться. «Я обещаю победителям чемпионата России, что мы сделаем все для того, чтобы вы не выпадали за войны и смогли вновь и вновь демонстрировать свое спортивное мастерство. Мы создадим свою альтернативную систему международных соревнований и будем продолжать прохладать наши травмы». Среди тех, кто на турнире представляет Алтайский край, победители первенств Европы и мира. К слову, первые бои состоялись уже накануне. К примеру, 15-летний представитель клуба «Стик» Сергей Северов одержал победу над Константином Ижболдиным из Приморского края. Финальные поединки чемпионата России пройдут 29 и 30 апреля. Вход в Титов-арену, где и проходят бои для зрителей свободной. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.